Бизнес это ключ к стабильному развитию экономики. Способ создавать новое и улучшать старое. Благодаря бизнесу наша жизнь становится ярче, богаче и интереснее. Но бизнес, как и любое дело, мастера боится. Обогнать конкурентов смогут только самые одаренные и упорные предприниматели. Проект «Бизнес-класс» расскажет о предпринимательской среде нашего города, о новых делах и ярких персонах, о бизнес-климате и заметных начинаниях. Станет площадкой для знакомств с бизнес-классом нашего города. Добрый день, меня зовут Наталья Михеева. И в этом выпуске мы поговорим о том, как рационально использовать заработанные деньги и почему семейное дело переросло в крупный бизнес. Каждый день в городе с населением более 800 тысяч человек происходит огромное количество различных событий. Но мы выбрали только те, от которых зависит ваша прибыль. Где улучшить навыки ведения бизнеса и кто может в этом помочь? Бизнес-события города прямо сейчас. Пополнить багаж своих знаний в Саратове прошла конференция из цикла интенсивов для людей творческих профессий. Как организовать свое дело, начать работать с крупными клиентами и сделать свой фирменный стиль брендом? На эти вопросы отвечают руководители ведущих студий дизайна и рекламы России. На этот раз в наш город приехал один из организаторов известных творческих объединений фирма Даниил Сергеев. В настоящее время очень часто можно наблюдать противостояние заказчиков и исполнителей. Как отметил Даниил, этот процесс вполне закономерный, ведь сейчас только идет становление индустрии рекламы и дизайна в России. Мы сейчас, как молодая индустрия, проходим все вот эти вот этапы, набиваем синяки, шишки. Это всегда непросто, но с другой стороны это позволяет тебе экспериментировать, это позволяет появляться большому количеству новых команд, потому что, как бы, правила игры размыты и уже буквально завтра может какая-то талантливая команда самообразоваться, сказать, что она агентство и получить в клиенты достаточно крупного, какой-то крупный бренд. Чувствовать себя настоящей женщиной в любое время суток. Это не только внутреннее состояние, но и внешнее оформление. Одежда, аксессуары и предметы домашнего уюта. Все необходимое можно найти в дизайнерском бутике «БГД Богданов». Теперь элитный бутик стал еще больше по площади. Как и раньше, здесь эксклюзивный выбор авторской одежды итальянского дизайнера Элизы Ковалетти. В ассортимент добавилось постельное белье, пижамы, уютные подушки и полотенца, а также оригинальные домашние мелочи. Каждая вещь по-прежнему только итальянского производства. Безупречное качество и только натуральное сырье поможет завершить образ и оставаться одинаково женственной дома и за пределами семейного очага. Фееричные образы и настоящая сказка в загородном комплексе Волжина прошли съемки первой серии творческого проекта «Сон в летнюю ночь». Организаторами мероприятия стали творческие коллективы и сеть салонов красоты «Элита». На съемочной площадке свободный художник. В процессе творческого порыва к писателю являются музы, зимние ведьмы. Подобные сюжеты будут снимать еще не раз. Сценарии планируются различные, но объединять все серии будет одно – уникальные образы персонажей. На подготовку этих моделей, волшебный макияж и невероятные прически ушло более шести часов. создавали уникальные образы мастера сети салонов красоты «Элита». Мы как сеть салонов красоты «Элита» хотим, чтобы красоты было как можно больше в нашем городе, чтобы красивых людей было больше, и мы чаще видели красивые, счастливые, улыбающиеся лица. Достижение успеха в своем деле – один из хрестоматийных сюжетов, интересных большинству. Подобные истории подают пример нестандартного мышления, разнообразие идей их воплощения, но самое главное – они вдохновляют. В нашей рубрике «Бизнес-история» мы будем открывать опыт успешных саратовских предпринимателей, чтобы их становилось больше. И сегодня мы познакомимся с организаторами бизнеса, связанного с медицинской сферой. Но главная его особенность в том, что он основан на семейных традициях. И на примере врачебной династии мы посмотрим, как можно достичь успеха, если твои коллеги – родственники, и в чем плюс подобного дела. Медицинский центр «Врачебная династия» – это тот пример, когда название еще и определяющий фактор, потому что львиная доля коллектива – родственники. Первопроходцем стала прабабушка нынешнего главного врача около ста лет назад. Сегодня врачебная династия – это уже четвертое поколение врачей самой разной специализации – от дерматологов до кардиологов. Вопрос о выборе профессии, по-моему, стоит для любого человека. И, конечно, нельзя сказать, чтобы нас заставляли, например, быть врачами, потому что в медицине заставить быть врачом невозможно. То есть можно заставить пойти учиться в медицинский институт, но работать такой человек потом точно не будет, потому что врач – это прежде всего призвание и образ жизни. То есть, ну, как бы, правда, это пафосно не звучало, но врач, он не может останавливаться на достигнутых знаниях. Врач – это постоянная учеба всю жизнь. И поэтому надо искренне любить профессию, чтобы стать врачом. Идею открыть свой семейный центр осуществили около года назад. Здесь специализируются на нескольких направлениях – дерматология, эндокринология, онкология, кардиология и ревматология. Но самые ответственные решения по любому из направлений принимаются только после семейного совета, прямо на работе в центре. Спонтанности не было совсем. Мы очень долго просчитывали, думали. Естественно, у медиков как-то сложно все это получается, потому что нет начального капитала. Но по большому счету, вот видите, к нашему возрасту мы открыли центр. А так как у нас есть смена, то есть если бы мы сейчас открывали для себя, это совершенно бесполезно. Ну, как бы, нам уже не так много осталось работать. А так как у нас есть молодое поколение, естественно, есть кому передать, то, в общем-то, для этого есть смысл делать. Но все кровно заинтересованы в этой работе. И, в общем-то, контроль, например, с нашей стороны, младшего поколения, тоже осуществляется. И те принципы этики, деонтологии, отношения к пациентам, естественно, мне передалось от мамы, мы с мужем передаем детям. Естественно, это все закладывается, ну, я не знаю, наверное, с пеленок, потому что, естественно, непрофессиональные тайны и непрофессиональные основы, а именно отношения к пациентам, отношения честные. Мы сделали бесплатный прием, называется День меланомы, для скрининга населения. То есть мы сделали бесплатно для того, чтобы выявлять ранние меланомы, для того, чтобы выявлять на уровне диспластических неосов. То есть тогда, когда жизнь человека можно сохранить, можно убрать, и больше это не повторяется. Вот в наше время, когда все стремятся к хирургическому лечению, мы, наоборот, пошли по другому пути. Мы стараемся излечить больного без операции, бескровно. Для больных это очень важно. Нет риска осложнений после операции. И самое главное, его психическое состояние не страдает от этого. Из планов на будущее расширяться, но организаторы медицинского центра не отрицают, что возможны увеличения перечня направлений. Ведь пока никто не знает, врачами какой специализации вырастут внуки. Один из факторов успеха для нового бизнеса – это тщательная фиксация всех событий, вложенные усилия и полученный результат, задействованные знания и применение теории на практике, открытия и заметки на полях. В рубрике «Бизнес-дневник» в течение нескольких недель мы будем следить за становлением одного конкретного бизнеса. Информацию мы будем узнавать из первых уст от владельцев своего дела. И сегодня в нашей рубрике организаторы уникального для Саратов вида досуга сюжетных игр. Они поделятся своими переживаниями и открытиями. Компания «Локейшн» – уникальный в своем роде бизнес для Саратова. Идея в создании комнаты, где небольшая группа людей, от двух до четырех человек, выполняет задания и разгадывает головоломки. В итоге находят ключ и выбираются из этого помещения. В предыдущем выпуске организаторы рассказывали, на какую аудиторию рассчитывали и кто действительно заинтересовался их услугой, а также как формировалась цена. Вопросы этого выпуска – нужно ли открывать вторую комнату и где взять на это деньги? В рубрике «Бизнес-дневник» представители компании «Локейшн» делятся своими наблюдениями и волнениями в режиме онлайн. Так получается, что данный вид досуга, он достаточно одноразовый, можно сказать. В плане того, что именно комната может пройти один раз. Как бы, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, наверное, не очень. В связи с тем, что у нас возникает такая некая задача, которую приходится решать. Так как помещение мы взяли в арене достаточно большое с перспективой роста, то сейчас именно окупает помещение, получается, часть площадей задействованы. И сейчас конкретно уже ведется строительство новой комнаты. То есть решили тем самым то, что как бы две статьи дохода, если взять как раз одну комнату Шерлак-Холмса и другую новую комнату, они будут уже активнее покрывать. Комната Шерлак-Холмса у нас получилась такая детско-семейная, а в другую комнату выбирали долгую тематику, что это может быть. И проводили даже соцопросы в соцсетях. Выяснилось, что люди хотят чего-то страшненького, с ужасом. И как сейчас на волне, наверное, популярности, это всякие постапокалиптические темы, когда люди, соответственно, спасают кого-то либо чего-то. И также это возможность, скажем так, быть особенными, быть супергероями. На данный момент мы привлекаем в ремонт второй комнаты наши, опять же, деньги. То есть это не идет покрытие, то есть частично идет покрытие с доходов от первой комнаты, но вторую комнату мы делаем больше все равно за счет привлеченных средств. План, на самом деле, достаточно грандиозный, потому что здесь же мы планируем еще организовать некую третью комнату на меньшее количество игроков. То есть максимально использовать помещение, потому что, как практика показывала, это одно из, как бы, коррациональное использование помещения, это один из успехов, наверное, в бизнесе вот подобной среды. Через неделю мы узнаем от организаторов компании Location, как развиваются подобные эскейп-румы в других городах и какие есть перспективы развития у этого бизнеса. Узнавать о новых тенденциях, увидеть перспективные ниши на саратовском рынке. Именно для этого создан проект «Бизнес-класс». Возможно, вы станете героем нашей следующей программы. С вами была Наталья Михеева, «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ Саратов.